Привет! Сегодня перед нами DIGMA S38. Большая и громкая портативная акустика с широким функционалом. Bluetooth, подключение по 3-5 мм, FM-радио, воспроизведение с флешек по USB. Это распространенные для портативной акустики дополнительные функции. Но тут есть и более редкие. Возможность подключения микрофона 6,3 мм джек для караоке и объединения двух колонок в стереосистему TWS. Тут и подсветка еще, конечно. По комплекту. Гарантийник и инструкция. Кстати, мануал стоит почитать. Кноп ОГ-функции тут много и не все очевидны. Имеется аудиокабель 3,5 мм на 3,5 мм. Не очень длинный, но довольно качественный. Зарядный кабель USB на микро-USB. Честно сказать, Type-C я и не ожидал. А это ремент для переноски. В дополнение к ручке. Достаточно удобная штука. Ну и сама колонка. Давайте посмотрим на нее внимательнее. Кстати, рейтинг лучших бюджетных колонок будет по ссылке в описании. По дизайну. DIGMA S38 большая и тяжелая. 4,5 кг как-никак. Выполнена в формате бумбокса. Спереди расположены все кнопки, разъемы и небольшой дисплей. И два фронтальных динамика. По бокам пассивные излучатели с зеркальной поверхностью. Сверху монолитная крепкая ручка. А снизу расположены еще два динамика. В отличие от фронтальных, с защитой. К качеству сборки придраться не могу. Хотя я пытался. Все выглядит надежно, за исключением ненадежных динамиков спереди. А вот дизайн мне не очень понравился. Какой-то дешевый что ли. По включению и подсветке. У портативной колонки S38 очень удобно реализовано включение. Не нужно ничего удерживать. Просто переключаем тумблер и вуаля. Колонка включена. Автоматически ищет знакомое Bluetooth устройство. По умолчанию включается также и подсветка. На этих пластиковых сегментах перед пассивными излучателями закреплено по диоду. Вот и вся подсветка. Посмотрим на переднюю панель. Вот это кнопка переключения режимов. Голосовые подсказки тут на русском, кстати. Переключение на радио. Канал ловится хорошо, кстати. По крайней мере в городе. Даже помех нет. По подключению по Bluetooth. Делается это обычным способом. Если колонка ни к чему не подключена, она всегда доступна для обнаружения. Это кнопка старт-паузы. Удержанием кнопок по бокам от нее регулируем громкость. Все пиктограммы имеются. Тут все понятно. Крайняя кнопка переключает пресеты эквалайзера. Их два. Стандартный и с поднятым басом. Надо сказать, даже в последнем случае колонка не становится басовым монстром. Звук у нее довольно ровный и сбалансированный. Любителям колонок с явным акцентом на низких частотах не хватит баса. Зато все звуки идут не из одной точки и не смешиваются в откровенную кашу. Кстати, короткими нажатиями на кнопки громкости переключаются треки. А удержанием кнопки эквалайзера выключается подсветка. Возвращаясь к вопросу про чтение мануала. Тут вообще не очевидные штуки. Подключение проводом. Давайте проверим, как колонка DIGMA S38 работает по проводу. Подключаем. Она автоматически переходит в режим AUX. Обратите внимание, старт-пауза работает. И регулировка громкости тоже. А вот переключать треки не получится. Кроме всего прочего, колонка DIGMA S38 может воспроизводить музыку с USB флешек. К ней можно подключить микрофон и петь караоке. А еще две таких колонки можно объединить в стереосистему. Этот момент я не проверял, на руках только одна. Автономность у портативной колонки DIGMA S38 вполне достаточна. До 10 часов на средней громкости. По моим тестам эти значения подтверждаются. На максимальной или около того громкости колонка, скорее всего, проработает не больше 5 часов. Этот момент, конечно, не тестировал. Громковато, а поводов закатить вечеринку, к сожалению, не было. Уровень оставшегося заряда аккумулятора подробно, визуально и без цифр, отображается на дисплее. Что по ценам? В BRF цены стартуют от 6 360 рублей. Цены в Украине я, к сожалению, не нашел. Как и вообще модель в магазинах. Ссылка на официальный магазин и подробный текстовый обзор будет в описании. По главным плюсам. Качественный звук за свои деньги. Достаточно ровный и сбалансированный. Супругим и нераскачанным басом. Универсальная подача подойдет для любой музыки. Достаточная громкость даже для домашних вечеринок. Но и на тихой громкости работает хорошо, без потерь в басовом диапазоне. Широкий функционал. Bluetooth, AUX, USB флешки, FM радио. Возможность подключить микрофон для караоке. Подсветка и объединение двух колонок в стереопару. Качественная сборка. Несмотря на откровенно бюджетный сегмент, никаких окрехов сборки я не выявил. Колонка выглядит надежной, не разваливается и прослужит долго. Удобное управление и дисплей. Наличие дисплея в принципе очень радует, учитывая широкий функционал. Он довольно информативен. Управление кнопочное, все сконцентрировано на передней панели. Схема управления вполне удобная, не замудренная. Достаточная автономность. 8-10 часов на средней громкости это хороший результат. На день фонового прослушивания на шашлыках, например, хватит без проблем, ибо средняя громкость тут довольно ощутимая. По главным минусам. Габариты и вес. Колонка реально большая и тяжелая. Я не уверен, что в данном сегменте размеры и вес обоснованы громкостью и качеством звука. Есть колонки меньше, но громче. Кажется, что в корпусе много свободного места, которое можно было бы сократить. Может и не хватить баса. Если вы ищете колонку для танцевальной музыки, сильно акцентированным басом, то это не ваш вариант. Даже с басовым пресетом эквалайзера до JBL, например, по басу этой колонки очень далеко. Неоднозначный дизайн и кустарная подсветка. Стилистика Boombox с уклоном в ретро. Но при этом внешняя пластиковость, так сказать, и резиновость сразу выдают бюджетную модель. А уж подсветка, реализованная двумя диодами, приклеенными напротив отражающей поверхности пассивных излучателей. Ну такое. MicroUSB. Устаревший интерфейс. Уже даже для такого относительно недорогого сегмента. Тем более, что комплектный кабель не особо длинный для такой большой колонки. DIGMA S38 получила оценку 7,6 из 10 на нашем сайте. Это недорогая портативная акустика с хорошим звуком. И для своего качества модель очень интересная, а оценка для нее вполне себе достойная. Стоит ли DIGMA S38 своих денег? Звук у нее хорош за свои деньги, но большинство из нас привыкли к басовитым колонкам. И ради баса их покупают. Здесь звучание ровное и не акцентированное. Ну и размер большой. В общем, если вы ищете недорогую колонку с качественным звуком и широким функционалом, а баса для вас не главное, то обязательно рассмотрите DIGMA S38 для покупки. Ставь лайк и подписывайся. Большое спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DIGMA S38.